Приветствую всех зрителей канала Амаркетс, снова в рубрике открытый микрофон Александр Котин и я расскажу о финансовых рынках с точки зрения торгового хаоса. Давайте посмотрим, что происходит на текущий момент с евро-долларом. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что есть вероятность того, что у нас могут прийти сигналы на покупку. Да, они пришли, я их не стал брать, потому что было понятно, что это удлинение. Я сразу поясню, что сделок у меня немного. И, кстати, благодарю всех за комментарии под прошлым видео. Мне было очень приятно с вами пообщаться. И если это видео наберет 100 лайков, то в следующем видео я расскажу больше о методах торгового хаоса, о волнах Алиота и о том, как и где находить торговые сигналы. Итак, давайте перейдем снова к евро-доллару и посмотрим на недельный график, где я предполагаю, что существует смена тенденции. И это проявляется уже в дневном таймфрейме, где, на мой взгляд, формируется так называемый ABC паттерн. Сигналы, которые здесь появились, я не брал в покупку. Напомню, что торгую я позиционно, сделок у меня не так много. Как бы хотелось некоторым из тех, кто оставлял комментарии под прошлым видео. На рынке каждый трейдер торгует в силу своей индивидуальности и в силу своего комфорта. То есть так, как вам удобно, так, как вам комфортно, мне комфортно вот так. Я не говорю, что вы должны делать так, как делаю я. У каждого свое видение, у каждого свой подход. Пожалуйста, каждое мнение имеет место быть и сколько людей, столько и мнений. Именно поэтому и существуют рынки. Потому что на рынке у каждого есть свое мнение. И благодаря этому мнению, благодаря этому убеждению, человек и совершает сделку в тот или иной момент. Давайте обратим внимание на то, что здесь произошло удлинение. Удлинение прошло в волне С. Я все это терплю и жду, пока эта волна С закончится. На мой взгляд, завершение локального здесь еще пока нет. Формируется преждевременная дивергенция. То есть первая дивергенция. Дальше, что мы видим на 30-минутном графике. Очень хорошо видно, что движение еще не закончено. То есть вот оно идет 1, 2 и 3. И вот это коррекционный паттерн. Очередной коррекционный паттерн. И скорее всего будет еще обновление минимума. Меня такие маленькие движения не интересуют. Какие у меня сейчас есть сделки, я вам покажу. Когда мы перейдем к фунту и к другим инструментам. Поэтому я думаю, что на этой неделе вот так долго я могу ждать ситуации. Я могу ждать и неделю, могу ждать и две недели, могу ждать и месяц. Это не имеет никакого значения. Значение имеет только отношение риска к доходности. То есть когда у нас очень короткий риск и очень большое отношение по доходности к этому риску. Вот и все. Других соотношений лично я не вижу. И не захожу ради каких-то небольших движений в рынок. Не вижу просто в этом для себя лично никакого смысла. Поэтому я подожду. Я подожду еще и буду наблюдать за ситуацией. Дальше что? Давайте рассмотрим британский фунт. Мы с вами также говорили в прошлый раз о том, что здесь у нас волна 1, волна 2, волна 3, волна 4. И я дождался завершения. Смотрите, на четырехчасовом графике дождался завершения волны А, В и вот этой волны С. И в ней появились точки входа. Не появились точки входа. Когда я обратил на них внимание, первая точка входа, которую я успешно пропустил, но у меня появилась вторая. Первоначальный стоп у меня был за минимумом. И составлял он порядка 30 пунктов, что для фунта вполне нормально. Тем более для четырехчасового графика. Затем при движении цены я перевел стопы в безубыток. Сейчас я нахожусь в этой позиции и вполне понимаю, что мы можем обновить максимум на дневном графике. Именно поэтому я жду, ничем уже в этой позиции не рискую и остаюсь в рынке дальше. Поэтому если вы сюда не заходили, то есть вероятность того, что могут появиться сигнал на меньших таймфреймов. Но фунт ниже четырех часов лично меня не интересует. Идем дальше. Франк. Франк по-прежнему остается в диапазоне. Мы с вами говорили, что это не совсем подходящий для торговли инструмент, особенно с точки зрения позиционной торговли. Если же его рассматривают с точки зрения внутридневной торговли, то вполне возможно, что здесь формируется диапазон. И вот тут была хорошая точка входа на 30 минутах со стопом буквально в 9 пунктов. И к текущему моменту она бы отработалась к 1, получается практически к 4, к 5. И здесь еще выхода нет. То есть мы можем пойти к нижней границе формирующегося здесь возможного треугольника. То есть если это станет волной А, Б и там вероятно С. Вот так вот. Я бы рассмотрел франк. Поэтому пока мне он не интересен. По иене у меня была точка входа на 4 часах. Снова захожу в шорт. Ситуацию я любую отрабатываю до 3 стопов, до 3 попыток. И до этого я брал сигнал на дневном графике. Соответственно первый стоп получил или там второй уже, это не важно. У меня третья ситуация возникает вот здесь. То есть этот сигнал я пропустил, захожу отсюда. Почему я снова продаю? Несмотря на то, что неделя идет вверх. Я осознаю, что продаю я естественно в коррекционную волну, не в новый импульс. Потому что новый импульс здесь необходимо рассматривать на 4-х часовом графике. 1, 2. Вот максимальная движущая сила. Она у нас в третьей волне. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она вся, третья волна, четвертая и пятая. Здесь идет развитие коррекции, либо вот сюда, либо вот сюда. То есть в одну из этих областей. Я понимаю, что я работаю в данный момент. Повторюсь, в коррекционной волне. Дальше, если мы рассмотрим внутридневное движение. Здесь на 15-ти минутном графике видно вот что. Импульсная волна, коррекционная волна. Пошло новое движение вниз. Новая импульсная волна, снова коррекционная волна. Я думаю, дальше продажи здесь, конечно же, возможны. В рамках развития коррекции, соответственно, всей волны вверх. Как я уже сказал, это либо область волны 4, либо область волны 2 предыдущего подъема. Что мы и увидим, растянув сетку практически 38,2 по фибой, либо 61,8. Тут надо просто наблюдать данный настоящий момент времени и стоять с ограниченным стопом. С австралийцей я вышел, потому что вижу, что не идет развитие импульсной волны. И решил подождать. Раз у нас есть импульсная волна вверх, то не исключено, что в данном случае у нас развивается все-таки коррекция. 1, 2, 3, 4 и вероятно 5. И после где-то пятой волны, в районе предыдущей коррекционной волны 4, у нас могут появиться точки входа на покупку. Так как не исключено, что все-таки, раз здесь спорная ситуация, что все-таки на недельном графике идет смена тенденции. Я бы просто в данный момент понаблюдал за формированием паттерна. Если паттерн достроится до целого пятиволнового импульса, вот отсюда 1, 2, 3, 4, 5, то тогда я буду рассматривать точки входа на покупку. Новозеландский доллар я также не трогал, но здесь аналогичная ситуация. Альтернативой у меня здесь является 1, 2, 3, 4, 5, то что это первая волна вверх, вполне вероятно. И идет развитие коррекционной волны. Ее очень хорошо видно в меньшем интервале. То есть вот здесь на 4 часах, если мы с вами посмотрим внутрь, то не исключено, что это у нас будет волна B. И после образования ABC паттерна, то есть так называемого коррекционного паттерна, я бы рассмотрел здесь возможности покупок. Пока предпочту постоять в стороне, так как нет четкой картины. Канадский доллар, здесь также нужно обратить внимание на то, что не были добиты минимумы, возможно формирование сложной коррекционной волны. Но когда мы видим нечитаемый рынок на дневном, то это не означает, что во внутреннем масштабе, например в 4-часовом, мы не увидим нормальной читаемой картины и хорошего ценового паттерна. Вот 1, 2, 3, 4 и развитие удлинения в пятой волне. Несмотря на наличие двух дивергенций, здесь движение не закончено. Я сейчас обосную свою точку зрения. Дальше заходим на час. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4 и 5. Сколько мне понадобилось времени на то, чтобы проанализировать этот график? Достаточно немного. То есть те же самые 10 секунд, о которых я и говорил. Просто мне еще необходимо вам объяснить то, что я вижу. А когда я нахожусь наедине с рынком, и мне не нужно делать какие-то пояснения самому себе, я просто это вижу сразу и достаточно быстро. То есть в данном случае я считаю, что вот в этом движении у нас только завершилась третья волна. Вот ее структура видна хорошо. Четвертый и пятый. То есть после обновления максимума не исключено, что могут прийти сигналы в шорт. Но скорее всего это могут быть сигналы в коррекционную волну. Поэтому надо за этим понаблюдать. Альтернативной разметкой здесь естественно будет А, Б, С. Это вообще не принципиально. И в этом случае, если вдруг мы зайдем не в коррекцию, а в новый импульс, то можем обновить минимум, который был в конце октября. Но надо наблюдать и все вести соответственно по факту. Я бы присмотрелся здесь к сигналам продажи после обновления максимума. Золото. На золоте есть так называемый дивергентный бар на дневном графике. Но есть одно но. Внутри этот бар не подтвержден паттерном цены. Точнее ценовым паттерном 1, 2, 3. То есть тут завершилась только третья волна. И получается, что этот бар у нас появился только на завершении третьей волны. Вот так называемые волны С. Плюс еще мы не пришли в зону предыдущей коррекционной волны. То есть вот этой волны. Поэтому я бы пока подождал и не стал бы здесь рассматривать позиционные входы снова по тренду. Серебро у нас выглядит аналогичным образом. И здесь тоже был бар с верхним закрытием. Причем даже практически не один. Нет, этот закрылся нейтрально. Но внутри тут нет ясной картины. 1, 2, 3. Точнее она есть, но нет завершенной картины, правильно сказать. То есть нет завершенного 5-волнового паттерна. По нефти Brent мы видим явный коррекционный паттерн. Так как в принципе данный подход отличается от классического волнового анализа тем, что здесь не делаются какие-то супер разметки. Здесь мы обращаем внимание на поведение рынка. И вот в данном случае поведение рынка было коррекционным. И эта коррекция, на мой взгляд, она еще не завершена. Потому что если внутреннюю структуру импульса посмотреть, это будет А, Б, 1, 2, 3, 4. И вот развитие пятой волны. Вот максимальная движущая сила в волне 3, волны С. Поэтому в данном случае я бы рассматривал позиционные входы только после того, как обновиться максимум на дневном графике. Здесь есть два бара с закрытием внизу, но нет завершения внутренней структуры. Поэтому продажи здесь, я думаю, смотреть рано. Это можно будет делать только после обновления максимума. И здесь на дневном графике S&P 500 я вижу закрытие внизу, но либо ближе к нижней половине бара. И это для меня является сигналом в шорт. Да, это сделка против тренда, поэтому здесь я снижаю риски и ее исполняю. Что происходило внутри? Ну, пока она не исполнена. У меня просто отложенный ордер выставлен. 1, 2, 3, 4. И вот это все была удлиненная пятая волна, в которой, соответственно, мы видели 1, 2, 3, 4, 5. Вот так. Я думаю, что она подошла к завершению. Не зря эта структура подтверждена на дневном графике нижним закрытием. Но это вход в коррекционную волну. Если посмотреть на недельный график, то, вероятно, мы можем корректировать какую-то первую волну в новом импульсе вверх, либо пойти в более глубокую коррекцию всей вот этой структуры, так как здесь завершилось 3, 4 до этого. И сейчас, возможно, волна 5. Вот так. Поэтому это вход с низким риском и, вероятно, высоким потенциалом. По биткоину у меня есть точка входа на покупку, также с ограниченным, но относительно ограниченным стопом. Данное ценовое движение на 4-х часах я бы рассмотрел все как ABC. 1, 2, 3, 4, вот 5. Структура пятой волны 1, 2, 3, 4, 5 тоже внутри подтверждена, если открыть ее на меньшем таймфрейме. На дневном графике видно, что мы ушли за пределы линии баланса. Это, вероятно, первый какой-то импульс, вероятно, волна 2. Она более коррекционно выглядит. То есть, все это движение, посмотрите, как оно отличается от восходящего импульса и видно его коррекционный характер. Мало того, это в какой-то мере повторяет то, что было вот здесь. То есть, это и есть некое самоподобие рынка, то бишь его фрактальность. На этом мы и закончим. Я сейчас резюмирую. По евро-доллару я бы рассматривал покупки при формировании сигналов после обновления локального минимума на 4 часах. По фунту, если мы зашли, удерживаем позицию и ведем стопы. Либо рассматриваем снова точки входа на покупку с меньших таймфреймов. На франке пока ничего интересного нет. На иене сигнал в шорт, но он в коррекцию. И надо рассматривать скорее коррекционные движения. На австралийском долларе на 4 часах не исключено, что развивается все-таки коррекционная волна. После завершения 4-5 обновления минимума можно рассмотреть точки входа на покупку. По новозеландцу не исключено, что это А, Б и еще не завершена волна С. И возможно, только после обновления вот этих локальных минимумов на 4 часах придут точки входа на покупку. По канадскому доллару на 4 часах после обновления максимума, я думаю, что можно рассмотреть по продаже. Не исключено, что точки входа могут появиться в виде сигналов не на 4 часах, а на 2-х или на часовике. Золото еще не завершило текущую волну С. И после обновления минимума возможно появится сигнал на покупку в позиционную сделку с обновлением максимума. Но это нужно подождать. По серебру такая же ситуация, как по золоту, по нефти. Я думаю, что так же не закончена вот эта коррекционная волна. После обновления максимума возможно появление точек входа на продажу. По S&P, соответственно, возможно коррекционная волна, развитие какой-то коррекционной волны. И по биткоину была точка входа на покупку при завершении красивого, достаточно эстетичного ценового паттерна с достаточно ограниченным стопом и неплохим, на мой взгляд, потенциалом. На этом у меня все. Напоминаю, если этот ролик наберет минимум 100 лайков, в следующий раз я больше расскажу о том, как упрощать волновой анализ в рамках данного подхода. С вами был Александр Котин. Желаю вам успешной торговли. Пока!